Здравствуйте! В рамках лекции «Мир человеческий» от Мартина Лютера до Томаса Гоббса мы обсудим влияние, которое оказало на формирующуюся политическую теологию политическая, богословская, правовая мысль Европы 16-го, первой половины 17-го века. Итак, первым вопросом нашей лекции станет разговор о Мартине Лютере и Жане Кальвине и о том, как теория предопределения повлияла на дальнейшую политическую мысль. Начать стоит с короткого и достаточно очевидного пролегомена. Ни Мартин Лютер, ни Жан Кальвин, ну Кальвин ещё в какой-то степени, но Лютер уж точно никак, и думать не помышляли о сокрушении католической церкви, об отказе от власти Папы, о, не знаю, о чём-то деструктивном. Больше того, и Лютер, и Кальвин до определённого момента своей жизни считали себя верными сынами католической церкви. Как видно из слайда, Лютер имел степень доктора богословия и доктора Библии, то есть высшую, возможно, университетскую степень по богословским наукам. Был монахом ордена Святого Августина, ордена августинцев. И, повторю, до определённого момента совершенно думать не думал о том, что придётся противостоять всей церкви. Это с одной стороны. С другой стороны, гораздо более общий момент, который тоже надо проговорить. Попыток реформации на протяжении истории церкви было довольно много. И Библию пытались переводить на национальные, в кавычках, языки, и переводили. И пытались менять церковную структуру, и пытались менять принцип верховенства светской, верховенства духовной власти над светской. Всё это было. Просто церковь была в силах адекватно прореагировать на происходящее. То, чего не получилось в истории Лютера и Кальвина. Когда церковь, особенно высшее её звено, то есть Папа Римский и приближённые к нему кардиналы, оказались достаточно костными и неспособными к диалогу. Они оказались способны ответить на предложение диалога со стороны Лютера только силовым аргументом. Приказом замолчать, отречься, отказаться, а затем и отлучением от церкви. Так что в известной степени и Марбургская встреча идеологов реформации, и последующая Швалькальденская лига протестантских князей и начала религиозных войн, это всё лежит на совести не только, а может быть, не столько Лютера, сколько, повторюсь, Папы Римского. Церковные интеллектуалы, а ведь были такие блестящие люди, стояли на службе церкви, вспомнили хотя бы того же Таммазо де Вио, кардиналу Кагетани, просто запоздали с реакцией. И когда церковь по-настоящему отреагировала на вызов реформации, повторюсь, сначала Лютера, а затем и Кальвина, было уже поздно раскол, уже набрал обороты, и остановить его мирным путём уже, да и военным, собственно, уже не удалось. Поэтому то, что называется контрреформацией, или то, что в европейской науке всё чаще называют католической реформой, привело, на самом деле, к глубокой, серьёзной реформе самой католической церкви, но уже не повлияло на их отношения с протестантами, не привело к воссоединению с протестантизмом. О чём писали и чему учили Лютер и Кальвин, и, собственно, почему они попали в рамки данной лекции? Нас будет интересовать прежде всего их учение о предопределении. Основывалось это учение, с одной стороны, на цитате из послания к Ефесянам, с второй главы, да, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его, то есть Божие творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Обратите внимание на эту цитату. Здесь означено несколько принципиально важных позиций. Во-первых, спасение посредством благодати, а не посредством человеческих поступков. Во-вторых, благодать не спасывается, как бы сказать, да, благодаря вере или за веру, и благодать – это, безусловно, Божий дар, а не человеческая заслуга. Ну и, собственно говоря, третий момент. Обратите внимание, что Бог предназначил исполнять человек, предназначил человеку исполнять добрые дела. Это тоже важно. Одним из наиболее влиятельных теологов, высказавшихся на тему предопределения, был Аврелий Августин, годы жизни 354-430, который, я напомню, утверждал, что человек двуприроден, он свободен духом, хотя и слаб плотью. И у него наличествует возможность вот этого «либерум арбитриум», то, что на русский переведено как «свободная воля» или «свобода воли», ещё более неправильно, а на самом деле является, конечно, свободным волеизъявлением, свободным выбором, свободным решением. Воля человека, утверждает Августин, свободна сама по себе, ипсо факту. Но возможно ли, чтобы человек совершил свободное волеизъявление, может ли он сделать выбор, не обусловленный его телесной природой? И именно поэтому Августин и утверждает, что подлинно свободный выбор – это выбор в пользу жизни по Богу, ибо выбор в пользу жизни по человеку выбором, как таковым, арбитриум, не является. Вот на этих текстах основывают свою теорию Лютер и Кальвин. Лютер, читая прежде всего Новый Завет, утверждает, смотрите, что любой поступок человека сам по себе не ведёт ни к чему, ибо благодать – это только дар Божий, даруемый внимательно за веру. Что же за добрые дела, которые может делать человек, на которые предназначил его Бог? И Лютер трактует вот эти добрые дела как жизнь в церкви и чтение Писания. Таким образом, формируется знаменитая люторовская триада, что спасение возможно только верой, только Писанием, только Церковью. При этом вера, обратите внимание, к этому ещё вернёмся, иррациональная, слепая, во многом фанатичная, лишённая поддержки разума. Кальвин идёт ещё немножко дальше. Предопределение, говорит он, абсолютно достичь спасения путём праведной жизни, добрых поступков, веры, чего-либо ещё невозможно. Здесь я объясню, что значит достичь спасения. Если вы предопределены уже к проклятию, к вечному проклятию, то вам никогда не изменить вашей судьбы, говорит Кальвин. Как бы вы ни старались, чего бы вы ни делали, к чему бы вы ни апеллировали, вам не достучаться до Бога, ни верой, ни поступками. Как же тогда жить, да? Зачем тогда жить? И Кальвин даёт на это совершенно блестящий ответ. Обратите внимание на цитату, на слайде, чтобы никто не приступал установленных для него границ. Он, то есть Бог, назвал каждый образ жизни призванием, vocation французская, да? Посему каждый на своём месте должен сознавать, что его положение словно пост, на который он поставлен Богом, что ему не подобает скакать в разные стороны и опрометчиво менять течение своей жизни. А если это так? Если мы верим, что Бог поставил нас на данное место, да? Вот туда, где мы стоим. Если это его промысел, если это его воля, то что это означает для нас? А это означает, что он упромыслил нашу жизнь, что он подумал о каждом из нас, да? А если он подумал о каждом из нас, то это значит, что он безусловно, но мы в это верим, то он безусловно упромыслил нас к спасению, да? Он предопределил, именно тебя к спасению должен верить человек. И если это так, то он должен благодарить Бога за этот выбор, за этот промысел, трудиться правильно, добросовестно в рамках своего призвания, да? В рамках своей профессии. Собственно, являя тем самым, как вы видите, в второй цитате, да, являя тем самым свидетельство его избрания, если он преуспевает, если у него всё спорится, значит, и правда, да, значит, он и правда предопределён. То есть, отсюда вот этот кальвинистский оптимизм, позволяющий многократно, ни раз, ни два, ни пять, пытаться, пробовать, развивать своё дело, реализуя своё призвание. Вот это очень важный момент. Но что же всё это значит для политической теории? Прежде всего, если мы утверждаем невозможность достичь спасения рациональным путём, это означает фактический разрыв между миром людей и Богом, между миром рационального человеческого бытия, рационального действия, и миром, собственно, планом существования Бога. Это значит, по большому счёту, что Бог больше не действует среди людей. В религиозной сфере это влечёт за собой укрепление фанатичной веры и мистицизма, как искренней веры, да истинной, истовой, я бы даже сказал, лишённой всякой рациональной подложки, не аргументирующей. И компенсирующей отсутствие аргументации жаром веры. Но с другой стороны, если мы осознаём мир как тот план, где живём мы, только люди, это значит, что каждое наше действие начинается здесь, среди нас, распространяется на нас, то есть на людей, оно обусловлено нашим разумом, внимательно, нашей природой, нашим расчётом, сугубо рациональными факторами. Вот здесь вера не при делах. Мы действуем, исходя из рационального элемента. Наши действия разумны, да, а вера здесь не работает, мы всё равно не достучимся до Бога, зачем же тогда. И если так, то тогда рационализируется и политическое действие, оно тоже начинается здесь, оно развивается здесь, и король уже не мыслится для нас помазанником Божьим или вассалом Бога, да, то есть от него не тянется вот тот вот канал, уходящий вверх в небеса, извините за такую зримую метафору. Отсюда, на самом деле, уже прямой ход остаётся до короля, как до суверена, до образа суверена, как не человека, а института рационального основанного. И отсюда автономизация политики, как самостоятельной сферы мышления и действия. Если рушится единая правовая система, объединявшая Бога и людей, Бога, как верховному субъю, разумеется, то политика отделяется от права. Политика уходит в автономную сферу, уж тем более политика разделяется с религией, с моралью. Окрепим текстом об этом говорили не Лютер, не Кальден, скажем, об этом говорил Гуго Гроуций, нидерландский мыслитель первой, третьей, семнадцатого века. Но вдохновлялся он Кальденом и Лютером. И дальше мы поговорим с вами о католическом ответе, о том, как католическая церковь отвечала на вызовы реформации и о том, как этот ответ прозвучал прежде всего в сфере политической мысли. Спасибо. Спасибо.